Я представляю облагосоюз, это хозяйство, небольшое хозяйство в Староминском районе. И хочу поделиться опытом применения жутких золотых удобрений. Хозяйство существовало 16 лет, площадь 2600 гектаров земли. И уже в большинстве лет мы применяем минимальную дизайвальную обработку почвы. И 50% посева азимой пшеницы мы применяем и селаем по технологическому дизайву. Мы также занимаемся семенами уже пятый год, работаем с дизайвами. Я вам хотел показать схему обработки азимой пшеницы. Стандартная схема, которая применяется на товарных поселках и на семенных. Где широко применяем мы биоактивное удобрение, азотное удобрение, генрескемы, сорокалорий и разновидности. И жидкие азотные удобрения, касты и чердуальность, фатомония, рассвоенные в воду. Большое уделяем внимание потравки семян. Применяем как только селесток, биофунденцид, куспарин. И хочу обратить внимание на селесток, высота около 3 миллионов растений на 1 гектар. Будто это семенной или товарный поселок. Удобрение применяем мы на мохоз 150 килограмм. В прошлом году мы доложили. Ну и все остальное вы видите на экране. Вопрос о применении азотных удобрений возникли не вчера, а даже год назад, еще раньше. Мы давно об этом думали. И один из факторов, который у нас будет сделать, это первое, это эффективность удобрения, применение удобрений. Потому что мы считаем, что жидкие удобрения не уходят в гене. Второе, может взять, посчитать, это стоимость, в случае вещества азота, тоже будет выше усыпучих удобрений, чем у селитрии, или чем у каста С2. Ну и третье, то, что у нас много остается подземных остатков. Конечно, нам надо было как-то азот донести до корневой системы. И есть разные варианты. Мы начали работать с облицователями. Затем мы начали применять, попробовали, какую маленькую машину называется лейтилайзер. Ну, это первый год. Второй год мы уже взяли, применили большую машину, взяли в аренду на один день вместе с трактором. Это соседняя хозяйка, вернее, соседняя область, Ростовская область, фермерское хозяйство, Лихачок Николай Петрович нам предоставил. И мы отработали, заложили опыт, отработали на двух полях, где предшественник груза на земно, прямой посев, сорт, сила. Количество удобрений было, я обозначил, 250 и 100 килограмм. Значит, нам было интересно применить эту машину. Посмотрите, какие производственные мощности, организацию работы. И вопрос решить с инфраструктурой. Подпорт, который у нас один раз, в фазе середины пущения, даже конец пущения. Вот, и результат нас очень приятно удивил. И мы с 16-го года, мы уже работаем этой машиной на всех своих площадях. Это 1200 гектаров озимой пшеницы. Вот вы видите, это кукуруза, упражненные остатки, которые остаются после села. Это уже весенние фотографии. Вот это. Следующий. Значит, ну, здесь ролик, который показывает, это такая симметическая сцена, где с помощью иголок образуется капсула, туда закладывается удобрение, уже корневая система растения питается азотом. Следующий. После того, как мы заложили опыт, после уборки мы видели такую картину на этом поле, на данном поле. Справа отработала пыльская текстура жидким удобрения, а слева работал ликвелазер. Значит, 5-6, 5 или 6 дней после уборки, вы видите, что левая сторона практически кустральников. Такая вот. Вот, дальше. Ну, вот еще образуются такие вот полоски на храневой системе пшеницы в период вегетации. Как объяснили, менеджеры продают эту машину. С помощью этих полосков идет, растение питается, достает раствор азота из почвы. Воленозимую пшеницу мы заложили опыт на зерно. После трехдневного срока посева мы зашли и подгромили 50 гектаров площади. Результат был не очень впечатляющим. Там около 1 или 20 гектаров всего разница с традиционной проспоркой. В этом, я думаю, хотим дальше, это тоже испытание и провести тоже опыт. Также мы развиваем инфраструктуру. Вот вы видите, это танки для хранения жидких удобрений. На данном слагивают здесь площадь полписячи квадратных метров и хранение около 500, полписячи, раз, 502. Также мы изготовили растворный узел. Вот ванна такая, с нержавеющей стали, где работает и гидромешалка, и гущественная мешалка, два дверя перестает. А также емкость идет смешивания сульфат аммония с КАЗ-32 и ватоль. Вот такой вот пульт управления, где работают все двигатели. Последовательные киевы, бывает, что одновременно. Ну, все, конечно. Помимо ликвилайзера, мы еще применяем культиваторы осеннепитателей. Ну, здесь видео не показывают. Значит, устанавливаем лемкость на трактор, на джангир, потом сцепляем ориентируем с культиватором 16-рядным и проводим подконку на кукурузе и подсолнечнике. Межрядный подконку. Вот, в таком вот видео. Ну, еще хочу сказать, что сахарная сетка мы тоже применяем по азотному подконку, каст-32, применяем осеннепитатель в бюджет. Спасибо за внимание. Вам всем хороших урожаев, хорошей экономики. Спасибо. Продолжение следует...